Доброго времени вам, друзья! Меня зовут Иван, и сегодня у нас будет обзор на Toyota Supra Mark IV в 80-м кузове от компании Tamiya в 24-м масштабе. По традиции начнем с лицевой стороны коробки. Нас встречает принт самой Toyota Supra в стоковом виде. Так, сбоку у нас вариант раскраски, все как обычно у Tamiya. Понятно то, что ничего по-русски здесь нет, за исключением вот этой наклейки. Здесь у нас другой вариант раскраски. Видим сразу то, что в наборе у нас присутствует двигатель, проработанный салон. Это хорошо, за что я, собственно, люблю Tamiya. С левой и с правой стороны у нас принты похожи. Коробка, хоть и картоновая, но ламинированная, очень приятная на ощупь. Здесь у нас написано то, что это спортивный автомобиль в 24-м масштабе, номер 123. То есть, высокая детализация модели, все дела. Давайте уже посмотрим, что внутри. Вскрываем коробку, отложим ее в сторону пока. Так, я какие-то пакетки, по-моему, вскрывал, смотрел, не удержался. Но уже, естественно, не помню какой. Или это не у нее я делал. У меня просто кошка тоже очень любит сборные модели. Поэтому мне очень интересно, что находится в наборе. Ладно, мы продолжаем. Начнем с кузова. Давайте его вскроем. Что мы здесь видим? Качество детализации, ну, там и я, все на уровне, все хорошо. Можно заметить тут небольшие погрешности в плане именно цвета пластика. Что ж такое-то, Хлоя, пожалуйста, не мешай нам. Ладно, вот сиди в сторонке здесь. Но это никак не влияет на форму или на что-то еще. Тем более, это все будет краситься, так что вообще не страшно. Здесь есть небольшой шов, который, в принципе, практически незаметен. Но его все равно надо убрать. Также шов присутствует здесь и здесь. Так, здесь показалось, но его здесь нет. Сверху, вроде бы, это не шов. Так и должно быть здесь. Второй литник. Он полностью черный. Здесь у нас, по идее, салон и двигатель. Легендарный 2JZ. Который, наверное, еще более легендарен, чем ниссановский RB26D. Хотя, странно, почему. Так, вот, собственно, 2JZ. Бензобак с задней рамой, получается, его сюда. Там выхлопная труба. Рисуем амортизаторы. Так, ну, все на уровне. Не вижу здесь я никаких швов. За исключением, пожалуй, выхлопной системы. А так, все отлично. То есть, вообще никаких нареканий нету. Тоже отложим в сторону. Набор нам предлагает, как всегда, сделать, выбрать точнее, какую версию машины, под какой регион мы собираемся делать. То есть, либо под Японию, либо под, получается, Америку. Потому что у нас еще номера калифорнийские и японские. Понятно, что я буду делать правый руль. Toyota Supra с левым рулем, это немного извращение, как по мне. Что ж, сиденья обычные, то есть, не ковши. Вот такие, скажем, полуковши. Здесь ничего необычного нету. Салон. Ну, салон вроде бы как салон. Опять же таки, все очень на хорошем уровне. Панель вот эта космическая проработана хорошо, детально. Придратства, в принципе, не к чему. То есть, здесь прямо вот видно все кнопочки. Все отлично. Так, тоже откладываем. Следующий литник у нас такой вот серый. Скальпель что-то опять у меня затупился, что ли. У нас здесь диски, стоковые диски от Supra, которые мне вообще просто не нравятся. Я их сразу же выкину. Ну, не выкину, я их оставлю, конечно, на другие какие-нибудь модели. Но ставить их на данный образец своей будущей коллекции я не буду. Капот, соответственно, нижняя часть корпуса, рама, все дела. А, вот бак. То был не бак, по-видимому. Так, головка блока цилиндров. Впуск, выхлоп, все как надо. Радиатор, ремни, тормозная система, который, по идее, надо бы немного изменить. Выхлоп. Оставлю таким же, в принципе, он достаточно большой, он нормально будет смотреться. Так. Резина. Резина, резина, резина. Давайте не будем все заставать покрышки. Оставим только одну. Так, резина Мишлен. Узор хороший. На ощупь приятная. Пахнет, как настоящая резина в салонах. Даже написано Toyota. Можно разглядеть. Так. Положим сюда. Смотрим другой литник. Уже прозрачный. Для стекол, фар и тому подобного. Также здесь у нас есть декали. Декали у нас с просто многотипом Supra. Японские и калифорнийские. Спидометр. Тахометр. Что у нас здесь еще есть? Значки. Шильдики. Все в этом роде. Так, отложим. Что ж. Само стекло прозрачное. Все отлично. Из него все отлично видно. Фары. С узорами. Тоже все отлично. Выглядят настоящие фары. Задние фонари, которые надо будет покрасить. Нареканий никаких нету. Так. Положим их обратно в пакет. Вообще, когда очень криво открыл его, точнее даже порвал, а не открыл. Здесь просто надо было с другой стороны срезать скрепку и все будет нормально. Так. У нас осталась инструкция. Посмотрим, что у нас здесь в инструкции. У нас отвечает уже собранная модель. История машины. И сборка у нас начинается с осей. Осей и рамы. У нас будет возможность сделать рабочую рулевую систему. Сборка двигателей. Странно, то есть сборка двигателей идет где-то на середине инструкции. Обычно она идет в начале. Ну ладно. То есть здесь мы уже устанавливаем двигатель в корпус, в раму. Здесь как собираются колеса, как правильно ставить протектор. Начинаем собирать салон. Меня здесь заинтересовала другая вещь. У нас, как я понял, есть возможность сделать открывающийся капот. То есть вот у нас здесь есть петли. И соответственно можно, если проработать двигатель, сделать так, чтобы капот открывался. Что, безусловно, является огромным плюсом. Ну вот, собственно, последний шаг инструкции. Больше здесь ничего нет. И здесь у нас финальная версия уже того, как это будет выглядеть после сборки. Что ж, по-моему, эта модель отличная. Не знаю, конечно, какая она будет в сборке, но уже собирал Tamiya и Tamiya автомобильные модели. И еще пока ни разу не разочаровывался. Это отличная совершенно модель по хорошей цене. В отличие от той же самой Аушимы. И тем более они позволяют очень многое в плане сборки. То есть переделать модель практически как захочешь. И сделать ее как хочешь. Да, плюс еще хорошая проработка и уделение внимания деталям. Так, вроде бы на этом все. С вами был Субурбан. Спасибо, Зима, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайки. Переходите по ссылкам в описании на мою страницу ВКонтакте. Там всегда появляются самые свежие новости о моделях и вообще о моих планах. Так что ничего не пропустите. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok